Сегодня в Югре вспоминают Геннадия Райшева. Заслуженного художника России не стало год назад. Он скончался 9 ноября, не дожив до своего 86-летия всего неделю. Причиной ухода стал коронавирус. Последние 10 лет своей жизни Геннадий Степанович работал в галерее-мастерской. После ухода художника творческая лаборатория стала мемориальной, получив название «Человек-вселенной». Она не видела посетителей целый год. Одними из первых порог в мастерской переступили журналисты телекомпании «Югра». В творческой мастерской мы постарались сохранить ауру места. На стенах висят работы последних лет художника. Все так же стоит его мольберт в центре мастерской с недавно написанными работами. Краски даже до сих пор не просохли. 8 лет назад Мария Маслакова пришла работать в галерею Геннадия Райшева. Тогда студентка филфака занималась изучением обско-угорских языков и не планировала долго задерживаться в мастерской. После знакомства с мастером решение поменяла. Я не успела переступить порог в мастерской, как он сразу приветливо меня встретил и начал рассказывать о том, что здесь на картинке изображено. Долгие годы моя работа заключалась в том, чтобы другим людям проводить экскурсии, рассказывать о творчестве художника. И я надеюсь влюблять их так же в работы Геннадия Степановича, как я когда-то влюбилась. Геннадий Райшев тоже был филологом по образованию, а еще мыслителем и философом. Это отражалось не только в самих полотнах, но и в их названиях, которые он обсуждал с молодой помощницей. С чего начинался день Геннадия Райшева? И вашу в том числе. День наш начинался просто. Геннадий Степанович заходил в мастерскую, садился на свое любимое кресло, думал, размышлял немножко над вчерашним прожитым днем, приносил эскизы из дома. Весь этот стол всегда был завален буквально эскизами, которые он приносил в своем портфеле. Когда мастера посещало вдохновение, он за день мог написать до семи полотен. Сейчас в галерее хранится больше двух тысяч работ художника. Кроме родных мест Геннадия Степановича, на них можно увидеть природу, космос и, конечно, женщин. Геннадий Степанович очень любил женщин, и он часто писал их в своей мастерской. Они были для него музами, и я без лишней скромности могу сказать, что моих портретов было написано немало. Здесь в таком ритме танца изображены хантейские женщины во время праздника. Если присмотритесь, вы увидите на силуэтах берез женские образы или платки, плывущие на лодочках с веселками. В фондах галереи хранятся и другие картины легендарного югорчанина. Сейчас они проходят процедуру атрибуции. Описания этих работ хватит не на одно поколение, я уверена. У нас есть отдельный научно-фондовый отдел, который занимается атрибуцией произведения. Каждый день девочки неустанно работают, разгадывая тайны, которые оставил на своих холстах художник. Еще одной страстью Райшева была музыка. Он очень любил живой звук скрипки и фортепиано. Поэтому часто в выставке мастера проходили под аккомпанемент именно этих инструментов. А вот писал свои картины Геннадий Степанович исключительно в тишине. Только так кисть, танцующая по холсту, могла передать истинные мысли и чувства народного художника. Наталья Акст, Александр Шулдиков, окружная телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.